Платить не придется. Федеральная налоговая служба разъяснила дачникам, какие хозпостройки освобождены от налогов. Все подробности у Алексея Коваленко, ведущего рубрики «Город финансы». Добрый вечер, Алексей. Приветствую, Евгения. Дело в том, что россияне по-прежнему обращаются в налоговые органы, не понимая, за какую теплицу или беседку платить, а за какую нет. Так что обо всем по порядку расскажу через несколько секунд. Спонсор рубрики «Кредитно-потребительский кооператив. Сберегательный союз». Итак, к хозпостройкам относятся капитальные сарай, теплицы, уличные туалеты и беседки. Если площадь такой постройки не более 50 квадратных метров, то налог с нее не взымается. Если больше, то он платится на общих основаниях. Чтобы получить льготу, собственник должен обратиться в налоговую с заявлением. При этом с этого года документы, подтверждающие право на льготы, предоставлять необязательно. Их ведомство запросит само. И еще постройки, которые не регистрируются в едином госреестре недвижимости, налогом не облагаются. Рубль теряет позиции. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком 17 марта, составляет 57 рублей 49 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 48 копеек. Стоимость европейской валюты также выросла. И официальный курс евро, установленный Центробанком на выходные, составляет 70 рублей 80 копеек. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения до 13,5% годовых. 8800-5977. На этом все, Евгения. Остается только добавить. Не забывай услуг тебе оказанных. Забудь про те, что оказал ты сам. 6800-105- Georgian. Часто. Получилось. 252-поезда.